Что касается подготовленности всех участников, то тут вообще ни одной положительной оценки. Например, возьмем нашу ветеринарную инспекцию. На вопрос, с какой скорости плавает дельфин, наш ветеринарный инспектор не смог дать никакого вообще ответа. Вечером на передаче она была на публике и сказала, что вообще видела первый раз дельфинов за эти два дня. Вопрос состоит в том, как они собираются проверять содержание дельфинов, если они даже не знают о этих дельфинах ничего, то есть первый раз видят. То есть, вы представляете, приходит человек проверять, как содержится животное, и он не знает, в каких условиях должно жить животное, что оно требует. И ему дают разрешение, говорят, что все нормально. То есть, каким образом сказали, что все нормально, и это не ясно. Потому что, как также вечером из публики, мы поняли, что у нас нет ни одного специалиста, нет ни одних нормативных актов. Есть, как Илья показывал, есть какие-то нормативы Европы, очень старые, которые сейчас должны обновляться. И как будет проходить сам процесс исследования ихнего содержания, очень сложно сказать. Вот, я не знаю, как тут видно, вот я открыл эту картинку бассейна, которым представили нам, как великолепный дельфинарий, 25 метров квадратный, всего на 4 дельфина. Это даже, можно сказать, если бы люди пускали плавать в этот бассейн, это тоже было бы довольно мало. Какая глубина земли? Глубина там небольшая. Ну, как обычный бассейн, который был, просто он на 2 метра. 3,5 метра – это минимум, который необходим, нормативный. Не наш, конечно, но плавно. Ну, я вам сразу скажу, что нас не пустили даже посмотреть нормальный этот бассейн. Вот эта фотография, она видна, потому что там стояла красная ленточка, и сказали, что дельфины в карантине и подходить близко нельзя. То есть, с трудом удалось сфотографировать то, что мы видим, но они показали, где эти дельфины содержатся ночью. То есть, уже не при камерах тренер сказал, что они и живут в этом бассейне, и живут в этом бассейне.